Друзья, всем привет из Тироля! В этом видео я расскажу про то, как будет проходить этот необычный горнолыжный сезон и про ситуацию с горными лыжами в Австрии. Будут ли сюда и в другие европейские страны пускать граждан России, Украины и Белоруссии? Как будет организован отдых? А в конце я расскажу, что я советую для этого горнолыжного сезона. Ну а мы же, конечно, сезон уже открыли и знаем, какие условия катания в Зёльдане. Они просто супер! На горнолыжном курорте про ситуацию текущую можно забыть. Напоминаю, только вот такие знаки, отметки, которые показывают, какую дистанцию надо держать на курорте около подъемника. Смотрите, сообщение, что надо одеть маску прямо около турникета. Ну, с масками есть, конечно, определенные нюансы. Маски надо одевать в подъемнике и в кафе. Мы хитримо используем вот такие бафы. Гораздо удобнее. Можно достаточно быстро одеть, быстро снять и ехать снова по трассе. Вон, посмотрите, какой классный ветк! Тут на леднике Питсталь тоже стоит напоминание, что нам надо делать для нашей с вами безопасности. Питсталь тоже стоит напоминание. 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 Если интересно посмотреть на текущую ситуацию, то можешь посмотреть мое видео, которое я недавно выложил из спидсталя со спуском, а также мы регулярно выкладываем сториз горнолыжных курортов в инстаграме. Кстати, в этом сезоне я уже встретил взёльдани россиян, и в конце видео я расскажу, как необычно они сюда добрались. Теперь об ограничениях на горнолыжных курортах. На данный момент правительство Австрии выделило следующие правила поведения на горнолыжных курортах в этом сезоне. Во-первых, было принято решение не ограничивать количество скипасов и пропускную способность подъемников, чтобы не создавать дополнительную давку и привычно управлять потоками людей. На подъемниках и на подходе к ним, а также в ресторанах необходимо носить маски. На мой взгляд, удобнее всего использовать вот такой баф. Естественно, на горнолыжных трассах маску можно будет снять. При этом на курорте призываю держать дистанцию между людьми полтора-два метра. На горнолыжных курортах будут запрещены мероприятия апроски. Соответственно, в барах и ресторанах можно будет находиться ограниченному количеству людей и только на сидячих местах. Ну а сейчас, как и обещал, расскажу, как я встретил взёльдани наших соотечественников и как, соответственно, гражданин России или Украины на данный момент может попасть на европейский горнолыжный курорт. Когда мы катались в Зёльдане с нами неожиданно поздоровалась пара сноубордистов на русском языке. Для меня это было очень неожиданно и поэтому я был просто обязан узнать, как же гражданин России может в текущей ситуации добраться до европейского горнолыжного курорта. Выяснилось, что один из них смог прилететь из Москвы через Стамбул в Вену, после чего на поезде уже без проблем добрался до Тироля. К сожалению, возможность добраться еще не гарантирует разрешение находиться на территории Австрии, поэтому я не могу на 100% сказать, что это легальный способ. Как выяснилось, еще одним способом прилететь в Европу является рабочая виза класса D. И некоторые европейские страны дают такие визы немного проще. Например, я слышал, что одной из таких стран является Польша. Правда, в этом случае не помешает документ, почему именно этому человеку надо находиться в Австрии. Понятное дело, что все эти способы не очень удобные. И я очень надеюсь, что позже в этом сезоне у тебя будет все-таки возможность добраться до Альпов, по крайней мере, сделав тест или вакцину. Буквально через несколько секунд я расскажу, что же я советую для этого горнолыжного сезона. Ну а пока коротко хочу сказать, что я недавно посмотрел статистику и выяснилось, что более 70% просмотров этого YouTube-канала приходит не от подписчиков. Поэтому у меня к тебе большая просьба. Если ты еще не подписан, а уже посмотрел несколько моих видео и они тебе нравятся, то, пожалуйста, кликни эту кнопочку подписаться, тебе это будет совсем быстро, а меня будет мотивировать выпускать новые видео. Спасибо! Так вот, что же я советую для соотечественников в этом непростом горнолыжном сезоне? Специально для вас я позвонил в хот-лайны основных альпийских стран. И, к сожалению, выяснилось, что пока простого способа добраться до Альпов для граждан России, Украины и Белоруссии нету. С другой стороны, позвонил коллегам-инструкторам в Сочи и в Шерегеш. И выглядит, что пока горнолыжные курорты России планируют работать сравнительно в штатном режиме. Хотя, скорее всего, эти курорты будут достаточно сильно перегружены, так как желающих вместо Альпов поехать на российские горнолыжные курорты в этом году, скорее всего, будет много. Поэтому я советую ехать в сравнительно низкий сезон, например, до 26 декабря или после 10 января примерно 2-3 недели. Также, возможно, стоит подумать о том, чтобы купить скипас заранее. Пока официальной информации на эту тему я не нашел, но может так получиться, что количество продаваемых скипасов будет ограничено. Ну и учитывая текущую ситуацию, при всех равных я бы советовал заказывать проживание с возможностью отмены, по крайней мере, за одну неделю до заезда. Буду рад, если ты в комментариях поделишься своими мыслями по поводу этого горнолыжного сезона. Напиши, пожалуйста, куда собираешься и, возможно, у тебя есть еще какая-то информация по поводу российских горнолыжных курортов. Я уверен, что подписчикам было бы интересно узнать. Не забудь поддержать нас лайком и, конечно же, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы быть в курсе дел, что происходит в Альпах. И увидимся в следующем видео, например, в этом или в этом.